Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений Котов. Я решил запустить свой небольшой мини-курс по PowerPoint. Буду, так сказать, в таком готовом режиме рассказывать какие-то свои идеи, какие-то свои наработки и разные всякие штуки-дерюки о PowerPoint. Надеюсь, кому-то это будет полезно в будущем. Может, создам какой-то свой отдельный полноценный курс по дизайну в PowerPoint. А сейчас пока просто хочу поделиться какими-то своими знаниями. Немного расскажу о себе. Меня зовут Евгений Котов. Я прошлый дизайнер студии ArtRange Digital. Я в настоящее время слайдмейкер-аналист в ChangeLash. Вот, начнем, пожалуй, с самого начала, с самых азов. Это функционал PowerPoint. В принципе, если у вас установлена, например, такая же версия как меня, у меня PowerPoint получается версия 16 на 20, а после 365, то есть у меня лицензионная версия. И, наверное, одна из самых последних, то у вас полноценный функционал. Если у вас пониже версия, то у вас более ограниченный. В принципе, PowerPoint – это программа, в которой есть почти все, что необходимо для того, чтобы делать неплохой дизайн. Естественно, самое большое отличие ее от Adobe, допустим, от Adobe, там, иллюстратора или Photoshop, то, что здесь нет слоев. Здесь, в этой программе, вы все, у вас есть только слайды. Вот, в этих слайдах вы работаете. У вас вы не можете слои убирать, закреплять и так далее. Единственная есть возможность – это вид, но попозже перейдем к этому. Вначале вы сталкиваетесь с самым главным окном. Здесь у вас информация о шрифтах. Думаю, это самая типичная штука, которую можно видеть в любой программе, в программе Microsoft Office. Здесь есть одна важная вещь. Вот это не будем заставить внимание. Посмотрим на расположение. Очень важная вещь вообще в любой презентации – это всегда выравнивать. Выравнивать абсолютно все, любые блоки, когда вы создаете их, когда вы создаете квадратики, кружочки, что-то, когда делаете дизайн. Вот я сейчас это сделал, не показал, как это сделал. Неважно, я чуть больше об этом расскажу. Допустим, у вас все вот так перемешку создается, и вы хотите как это выравнивать. Но вам тяжело вот так вот это все долго выравнивать, вы хотите это, допустим, сделать одинаковым расстоянием блоков между другом. Вот, допустим, вот так вот. когда у вас выше ВИМ-блог, вы легко можете выровнять. Когда у вас куча текста, вы, естественно, в большинстве доната будете делать. Самый простой способ, как это сделать, это использовать расположения и выравнивание, если я ошибаюсь, по вертикали. То есть, вот эта вещь, здесь выравнивание, здесь есть функция повернуть, на задний план и передний план очень важна в любых презентациях. Людей не всегда нужно себя пользоваться, если будет делать много презентаций. То есть, в первую очередь, естественно, выравнивание. То есть вы можете выравнивать по центру штуки, если не будет выравниваться по этой линии, если вы выравнивать по центру, вот по вот этой центральной. Если вы будете выравнивать по левому краю, они будут выравниваться, естественно, по этому левому краю. Если вы будете выравнивать по правому, соответственно, по верхнему краю, это у вас будут все блоки, допустим. У вас вот они стоят вот так вот неровно, вы их выделяете и выравниваете по верхнему краю, допустим так. Также по середине, по центральной линии, только уже, получается, горизонтальной части По нижнему краю тоже самое, по верхнему распределение по горизонтали Это распределение, чтобы было одинаковое расстояние между блоками Вот здесь распределение по вертикали я уже показывал Выровнять также можно относительно слайда, относительно выделенные объекты Естественно, относительно слайда, если вы поставите галочку, то у вас будет все выравниваться Относительно, вот так, это не так работает немножко, по-моему, если это середина Да, если вы выравниваете посередине, то у вас будет последний выравниваться не по этой линии, а по середине слайда То, естественно, намного удобнее все-таки использовать, точнее, чаще вам пригодится это выравнивание по выделенному объекту То есть вот так вот это можно обратно вернуть, да, вот так можно будет обратно Это, что касается расположения выравнивания Чуть позже мы будем с этим чаще сталкиваться и больше раскрывать потенциал от инструментов Дальше перейдем к вставке Думаю, также многие из вас знают, что здесь есть из такого важного Это, естественно, таблица Вы можете быстро задавать таблицы, рисунки вставлять, вы можете их перетаскивать Не обязательно использовать эту вкладочку, снимок, рано, то же самое Настройки, никогда это не пользовался, не знаю даже, что это Фигуры Тоже очень важная вещь, на самом деле, многие фигуры здесь недооценены людьми То есть, как правило, все пользуются квадратиками, да, кружочками, триуглончиками и все На самом деле здесь очень много фигур, у которых можно по-разному изменить углы И разные дизайнерские инструменты из них создавать Вот, пока не приходит никак в гол пример, возможно, чуть позже покажу Но есть реально крутые штуки, допустим, вот эти облачка Ими реально можно очень интересно пользоваться Возможно, в будущем покажу, как это делается Значки Такой довольно-таки хороший инструмент Здесь есть стандартные зачечки Microsoft Которые они сами периодически обновляют, добавляют Они довольно-таки неплохие В одном стиле выполнено, тоже люблю пользоваться То есть, удобнее, чем миллион значков скачивать иногда бывает В такие логичные презентации вставить Есть такая важная вещь, как диаграмма, естественно Вам, если вы пользуетесь презентациями, допустим В решении, там, не знаю, каких-то бизнес-кейсов То есть, если вам понадобится диаграмма Смарт-арты, это тоже устаревшая довольно-таки вещь Я, вот, если честно, ни разу и не пользовался Вот такие все штуки, если мне нужны, я их сам создаю руками То есть, из фигуры, возможно, кому-то будет проще им пользоваться Но я ни разу встречал именно хороших презентаций Со смарт-артами Верхмерная модель тоже этим не пользовался никогда Ссылки Полезный тоже инструмент От ситуации зависит Можно тоже очень круто использовать Примечание Это просто поправки Если вы комментарии какие-то хотите отправить на презентацию надпись Это можно использовать то же самое Два раза кликнув по рабочей области Использовать надпись Калантитулы Позже вернемся Это как добавить надпись Допустим, сделать номер слайда При этом постоянно не менять То есть, дознаешь новый слайд У тебя появляется номер слайда Продолжается просто получше Так же, как у вас и здесь Это тоже потом с этим разберемся Ворд-арт Довольно-таки Устаревшая вещь Не знаю, кто ей пользуется Сейчас, но думаю, мало верно Кто пользуется Символы Также важная вещь Если вы Используете вообще математику В своих презентациях Может пригодиться Но пока Но я этим на самом деле Очень редко пользуюсь Поэтому Не помню, даже не могу Сказать пример А куда я этим пользовался Ну и так же Мультимедиа тоже Никогда не пользуется Эта штука Потому что можно все перенести Если видосик, кстати, какой-то Просто перенести сюда И не пользоваться Это и вставка Рисование Полезный инструмент Когда вам нужно, допустим Быстро что-то поправить На презентации Вы можете на свои какие-то линии Что-то подчеркнуть Допустим Выделить что-то быстренько Либо какую-то надпись сделать Вот Если вам неудобно писать Например И так же Прикольно использовать инструмент Но Очень редко когда пригождается На самом деле Но можно использовать Естественно Возможно даже Если у вас старейшая версия Ее возможно нет Конструктор Здесь пользуемся только Параметры страницы Естественно Никаких стандартных шаблонов Лучше всего не использовать Лучше всего создавать Шаблоны самому Позже покажу Как это делается Наверное В отдельном даже уроке И В принципе Не знаю Я тут никогда в жизни На самом деле Честно не пользовался Я уже Несколько лет занимаюсь презентацией Никогда не пользовался Шаблонами встроенными Переходы Точно тоже отдельная тема Ужасно недооцененная вещь Здесь есть Естественно Раньше их было Миллиарды разных Бестолковых переходов Но вот видите Microsoft тоже поняли И начали это их удалять Ненужные самые Какие-то может быть Глупые устаревшие Но тоже недооцененный инструмент Особенно вот эти вот Треть трансформации И появление сдвига Если у вас есть трансформация Она есть не у всех версиях Я знаю То Вы можете Нереально круто Визуально прокачать Свою презентацию То есть Благодаря ей Вы можете очень быстро Сделать Вот и визуальные эффекты Чуть позже расскажу подробно Потому что Сложный довольно-таки инструмент Ну не сложный Но нужно его объяснить Появление Также хороший инструмент Сдвиг тоже прикольный Остальными Вообще Если честно Не пользовался ни разу Но думаю Что-то здесь можно Еще применить Найти ему применение Так Также тут можно Длительность поставить Ну Такое теперь главное Вот Как правило Трансформацию Использую Либо сдвиг Самые такие Хорошие переходы Если требуется Естественно Анимация Тоже ужасно Недооцененный инструмент Я знаю То что Сейчас Все там Ну последнее время Когда раньше Смотрел уроки Какие-то То все Как-то не любят Недооценен На самом деле Очень недооценен Можно делать Интереснейшие эффекты Создавать Благодаря Этимонимации Просто нужно Уметь ими пользоваться Уметь выставлять Время Тайминги Это все монтировать Сидеть Крупулезно Над этим Но Также можно Визуально Очень интересно Улучшить Вашу презентацию Например Самый такой Один из любимых Моих эффектов Когда ты можешь Сделать просто Бесконечное вращение Например Вот тут было Вращение Да Покажу быстро Как это делается И выставлять Параметры Так Время Тут не нужно Начало Вместе С Предыдущим Допустим Мечисточением слайда Продолжительность Это Продолжительность Как она будет вращаться Допустим Поставим 5 секунд Медленно Повтор И мы ставим До окончания слайда И вот Мы включаем показ И у нас Сначала крутится Наш квадратик Он будет крутиться Пока вы Показываете презентацию И вы точно так же Можете крутиться Какие-то шестеренки У вас презентации Какие-то звездочки Маленькие Где-то там в углу Кружочки какие-то Прикольные Какие-то фигуры Тоже Это будет очень круто Смотреться И поддерживать Вашу презентацию И текст Чтобы человек Который смотрел Не скучал А продолжал в нее Смотреть презентацию Просто Ну так сказать Залипнуть В нее И благодаря Такому эффекту Ну как вариант Использую Но вот Другие тоже Довольно таки Интересные Только ограничиться В вашей фантазии Но на самом деле Мне тоже нужно уметь Пользоваться Если не умеете То лучше Все-таки Не трогать Слайд-шоу Никогда этим не пользовался В общем не знаю Да Это просто показ слайдов Абсолютно верно На самом деле Странный инструмент Да Тут режим докладчика Есть Понятно Это все Я сейчас изучаю Функционал Поверпоинта Примечание Это просто Вносить Какие-то комментарии Уже Существующую презентацию И вид Самое интересное Как раз таки Если помните В начале я говорил О том что В PowerPoint нет слоев На самом деле Я вас немножко обманул Здесь есть один такой слой Который называется Образец слайдов Вы можете зайти в него И построить Свой образец слайдов В PowerPoint Допустим Вы можете убрать Все эти сайты Которые встроены Были Постройте какой-то свой Например Сделать здесь Такую элементарную вещь Если вам на всех сайтах Нужен такой Синий квадратик Синий квадратик Сбоку Чтобы просто он был Таким образом Вы переходите В обычный сайт И ваш квадратик Уже зафиксирован В обычном редакторе Сайдов И не можете Кого сделать То есть у вас Получается Есть возможность На одном слое Зафиксировать Какие-то элементы И этим пользоваться Также здесь Что можно выставить Здесь можно Поставить шрифт Стандартный Чтоб у вас был На презентации Какой-то один Например Мне нравится Сенчериготик Поставить У меня все Все текстовые Блоки Которые будут Сидаться Будут сидаться Сенчериготики Также на винде Я знаю Что можно сделать Вообще Любой шик Пользовательский Даже То есть вы можете То есть шрифт Скачать И поставить Его стандартным Почему-то в маке Такой пункции Еще не добавить Цвета Также здесь Есть очень Прикольные комбинации Если вам Если вы не разбираетесь В цветовой гамме Вы можете поставить Допустим Вот это вот Синий Вот эти вот Три неплохие Довольно-таки Комбинации Вот допустим Вот эти вот три цвета Неплохие Можете с ними что-то делать И это еще есть Может вам по вкусу Что-то Понравится Вот это допустим Неплохо Это мне нравится Также То есть да Не обязательно Пользоваться этими Стандартными Можно выбрать Что-то интересное Вариант Вначале Зашли Взяли такой Пурпурный У вас такой Все Пурпурный Розовый Вроде бы Уже Необычно Смотрится А при этом Вы использовали Стандартные Комбинации Также Есть Телефон Вы можете Просто Сделать Заливку Черную Серую Тоже Редко Довольно-таки Пользуюсь И Подробнее Уже О том Как создавать Бразиль Стайдов Мы Разберемся В отдельном Уроке А пока На этом Все Всем спасибо За просмотр Продолжение следует